В современных бытовых приборах часто используется датчик угла поворота для управления. Он надёжный и удобный, так как позволяет очень быстро переключаться между режимами и выбирать нужный. Кроме этого, в своём составе он также может иметь кнопку. Принцип действия их может быть разный, но в основном используются механические. Одним из самых доступных механических накапливающих энкодеров является KY40 с ценой примерно 40 центов. На удобной плате 5 выводов, 2 из них питание, 1 это кнопка switch и 2 вывода data и clock, которые непосредственно позволяют определить вращение и его направление. Также здесь видно, что на плате присутствуют резисторы, подтягивающие эти выводы к плюсу, а подтягивающий резистор для кнопки не установлен. В общем, сразу его можно подключить к осциллографу, но на моём только один канал, поэтому будет использоваться логический анализатор. Эта небольшая коробочка стоит примерно 5 долларов, при этом оказывается очень и очень полезной при разных цифровых ситуациях. В общем, соединяю это всё проводками и захожу в программное обеспечение. Здесь к нулевому каналу подключен вывод data, к первому каналу clock и к третьему каналу кнопка. Кроме этого, не забывая то, что здесь есть механические контакты, которым присущ дребезг. В программе можно установить количество подтверждений. Теперь, вращая вал энкодера по часовой стрелке, происходит запись логических уровней. Здесь хорошо видно, что на нулевом канале переход от логического к нуля к логической единице происходит всегда первее, чем на втором канале. Если же вращать вал против часовой стрелки и также сама осуществить запись, то здесь всё наоборот. Теперь нулевой канал всегда опаздывает, а первый канал всегда быстрее. Таким образом, становится понятным, как же определяется направление вращения. В общем, понятно, что на таком же принципе могут быть построены не только механические энкодеры, а и оптические, магнитные, благодаря чему можно получить высокую надёжность. Но в любом случае, его можно подключить к микроконтроллеру. Раньше это делалось программно, но 32-е STM-ки имеют аппаратные модули работы с энкодером. Итак, для программирования нужно по крайней мере два документа. Первый – это лист данных на микроконтроллер. Обычно там кратко описывается возможности целой серии. И также справочное руководство, которое намного более широко раскрывает его возможности и описывает их, содержит описание регистров и их битов, и иногда имеет примеры, которые могут очень сильно помочь. После скачивания этих двух документов, для удобного не только просмотра, а и создания коротких заметок и выделений, советую использовать бесплатную программу «Окуляр». Итак, сначала открываем лист данных. С помощью поиска пишем на английском энкодер. Это нужно, чтобы выяснить, какой из таймеров поддерживает его аппаратное подключение и поддерживает ли вообще. Я использую MKSTM32F030F4P6. И в кратком описании таймера 3 описана возможность подключения инкрементального энкодера. Отлично. Теперь в справочном руководстве с помощью оглавления или поиска нужно найти блок схему таймера 3-го. Здесь есть блок энкодер интерфейс, слева от него выводы. Нужно понять, какие каналы таймера могут подключаться к ним. В данном случае это только первый и второй каналы, причем их можно менять местами. Далее, зная эту информацию, и с помощью поиска в таблице назначения выводов, найдем название выводов, к которым подключаются первый и второй каналы таймера 3. Здесь это выводы PA6, PA7 с номерами 12 и 13. Нужно обратить внимание, что в этой же таблице представлены назначения выводов и для других корпусов, других микроконтроллеров этой же серии. Теперь можно начать непосредственно программирование. Руководство по созданию пустого проекта доступно по ссылке. Обычно начинается все с самого простого. Это настройка работы выводов. Но перед этим необходимо включить тактирование порта A, ведь именно ему принадлежат выводы PA6, PA7. Посмотрев на блок схему, можно увидеть, что порты тактируются от шины AHB. И сразу же здесь видно, что АЦП, всякие интерфейсы и таймеры являются периферией, и подключены они к шине APB. Если выводы будут подключаться к периферии, они должны быть настроены на альтернативную функцию. Есть таблица, которая показывает, как будет настроен вывод в зависимости от установленных бит в соответствующих регистрах. Если здесь найти, собственно, альтернативную функцию, сразу становится непонятным, где альтернативная функция в режиме входа. Ведь таймер должен, по сути, считывать сигналы с энкодера. В общем-то, когда я первый раз настраивал, я на это забил, и оно заработало. Как позже выяснилось, в общем, оно само выбирает, на вход она будет работать или на выход, в зависимости от установленного режима. Итак, чтобы подать тактирование на порт А в регистре AHB Enable Register, нужно выставить бит, отвечающий за подачу тактирования на порт А. Их здесь немного, и один из них, собственно, и называется EO Port Enable. Это новое название, но есть еще и старые, HPO X, где X буква, Enable. Их поддержка оставлена. Начинаем по порядку. Первый регистр для задания режима работы. В данном случае, так как используется периферия таймер 3, не подходит ни аналоговый режим, ни вход, ни выход общего назначения. Нужно настроить эти выводы на альтернативную функцию. Принцип здесь следующий. Для одного вывода выделено 2 бита. Для PA6 12.13, для PA7 14.15. Для задания альтернативной функции нужно записать число 0.1 в двоичной системе. Нумерация идет справа. Таким образом, в 12 бит записывается 0, в 13 единица. Это для вывода PA6. Для вывода PA7 14 бит записывается 0, в 15 единица. Естественно, если записан по умолчанию 0, то записывать 2 раза не обязательно. Для обращения к регистру MODER, порта A, записывается HPO A. Далее идет указатель и название регистра. После написания этой стрелки выводятся возможные варианты. Если нет, можно нажать CTRL пробел и выбрать нужный регистр из появившегося меню или введя вручную его название. Теперь, чтобы что-то изменить в нем, нужно ему присвоить что-то. Для этого используется знак равно, который в данном случае означает присвоить. Теперь нужно изменить нужный бит, то есть выставить его равным 0 или 1, не изменяя других битов. К примеру, для установки 0 осуществляется логическая операция I. Значение этого регистра, 32-разрядное число, и другого числа с инверсией бит, которое было заранее определено через директиву DEFINE. Для лучшего понимания лучше выделить это определение и открыть место, где оно определяется. Но сначала, в C существует более короткий вид записи. Например, имеется переменная x равная 0. Для того, чтобы прибавить к ней двойку, нужно записать I равняется I плюс 2. Таким образом, переменная I присвоится сумма текущего значения I, 0 и плюс 2. В более короткой записи это будет выглядеть как плюс равно 2. То же самое может выполняться и с умножением, и с делением, и с логическими операциями. Зная это, можно переписать выше написанную строку с учетом такого сокращения. Теперь эта строка выполняет то же самое, но занимает меньше места и более понятно. Итак, JPOMODERMODER6 0 это число, а именно единица, сдвинутая на 12 влево. Приставка UL означает unsigned long, то есть 32-разрядное беззнаковое число, то есть по размеру такое же, как и регистр. Единица в двоичной системе это 1, двойка это 1, 0. Но учитывая то, что эти числа имеют тип unsigned long, выглядеть они будут примерно вот так. И при логическом сдвиге влево, значение не потеряется. Таким образом, эти определения JPOMODERMODER6 0 и JPOMODERMODER6 1 являются нулевым и первым битом 6-го вывода порта А, в данном случае PA6. И если посмотреть на сам регистр, понятно, почему сдвиг именно на 12. Ведь биты, отвечающие за вывод PA6, это 12-й, 13-й с учетом счета с нуля. Таким образом, набор вот этих вот определений позволяет писать не абстрактные числа, а использовать хоть сколько-то понятные определения, которые имеют хоть какой-то смысл. Таким образом, то же самое можно записать и вот так вот. Несколько раз видел, когда так делают, не очень понятно смысл этого. Ведь код становится без комментариев уж слишком непонятный. При этом никаких преимуществ в этом нет. Далее регистр для задания типа, в данном случае не используется. Следующий для задания скорости, также в данном случае не используется. Регистр PullUp PullDown пользуется для задания подтяжки. На используемой мной плате резисторы, подтягивающие выводы к плюсу, уже есть. Таким образом, подтяжку я включать не буду. Но если бы их не было, нужно было бы включить подтяжку к плюсу, например, PullUp. А теперь самый сложный в данном случае регистр. Это регистр для настройки альтернативной функции. Первая особенность в том, что их два, младший и старший. И здесь выводу уделяется уже 4 бита. Причем младший отвечает за выводы от 0 до 7, а старший от 8 до 15. Таким образом, выводы PA6 и PA7 настраиваются в младшем регистре. Но какую же альтернативную функцию установить? Ведь здесь есть от Alternate Function 0 до Alternate Function 7. Для этого нужно опять обратиться к листу данных. Где-то ниже таблицы назначения выводов будет таблица, показывающая, какая альтернативная функция может быть назначена. Выводы PA6 и PA7. И, как уже определено, должны быть настроены на первый и второй каналы третьего таймера. И по таблице это аналоговая функция 1. Вот и все. То есть нужно выбрать Analog Function 1. И в эти 4 бита, предназначенные для PA6 и PA7, записать 1, 0, 0, 0. И особенность в том, что обращение к ним происходит через массив. Здесь видно, что в подсказке нет A Fair Low, A Fair High. Но видно, что можно обратиться к массиву, состоящему из двух элементов. Соответственно, обращаясь к нулевому, обращаемся к младшему. И теперь в эти 4 бита, отвечающие за вывод PA6, необходимо записать единицу. Простым и понятным способом будет сдвиг этой самой единицы на 24. Но опять же, это число 24 уже было заранее определено. Через HPO A Fair L A Fair Cell 6 POS Position. Таким образом, был настроен порт PA6, но остается PA7. Можно просто скопировать вот эти вот строки и с помощью автоматической замены заменить число 6 на 7. В общем случае, всегда лучше пользоваться автозаменой, чтобы случайно что-то не пропустить. Ну хорошо, наконец-то выводы настроены, так как нужно, скорее всего. Теперь в разделе, посвященном энкодеру от таймера 3, нужно, собственно, посмотреть, как же его настраивать. Сразу же написано, что для того, чтобы выбрать режим подключения энкодера, нужно выставить некоторые биты в регистре slave mode control register. Причем счет можно ввести по первому входу, второму входу или по первому и второму. Хорошо, запомнили. Теперь выбрать полярность. Имеется в виду, счет будет происходить по переднему фронту, переход от 0 к 1, или наоборот, по заднему, от 1 к 0. Все, запомнили. Далее, что-то написано, в общем, про фильтрацию. В общем, тоже надо знать, что она есть. Еще обязательно в конце должен быть установлен бит counter enable, или count. В общем, счет включен. Для того, чтобы разрешить счет. Далее, собственно, до какого числа считать. Это настраивается путем загрузки числа в регистр авторелод регистра. Ну, соответственно, наибольшее число здесь может быть 65 035, так как этот регистр 16-разрядный. Ну, и после всего этого здесь есть список, указывающий, в общем, что выставлять. Также в этом документе присутствуют примеры кодов. Перейдем к нему. Пример работы с энкодером должен позволять быстро получить желаемый результат. Но здесь почему-то решили не выставлять число в регистр автозагрузки. Но проблема даже не в этом. Дело в том, что здесь сразу же видно ошибку в названии бита. Когда выставляется полярность CC2.1, такого, собственно, нет. Должно быть 1P. Да еще и скобку забыли поставить. То есть, если просто скопировать этот код, думая, что он будет работать, ну и заменить, собственно, TMAX на цифру таймера, то он даже не скомпилируется. Поэтому с этими примерами нужно быть внимательным, так как это не единичный случай. На порт A было подано тактирование, а вот на таймер 3 нет. Как уже выяснилось, он подключен к шине Advanced Peripheral Bus. И в регистре APB1 Enable Register, собственно, вот он таймер 3. И в соответствии с описанием, нужно установить в этом бите первом единицу. Это выполняется с помощью логической операции I. Далее, согласно списку, входы таймера подключаются к блоку энкодера. В регистре Capture Compare Mode Register 1 можно настроить каналы таймера. Пусть первый канал подключается ко входу таймер Input 1. Для этого в нулевой бит записывается единица, а в первый бит 0. Пусть будет срабатывание по переднему фронту. Для этого в биты 1.7 записывается 0.0. А второй канал подключается ко входу таймер Input 2. Здесь в восьмой бит записывается единица, а в девятый 0. Входы можно менять местами. Теперь можно выбрать полярность. В регистре Capture Compare Enable Register есть первый бит Capture Compare Output Polarity. Этот канал работает на вход. И здесь есть три режима работы. Срабатывание по переднему фронту, по заднему фронту и по обоим фронтам. Пусть будет срабатывание по переднему фронту. Для этого в биты 1.7 записывается 0.0. И так как в седьмом бите по умолчанию 0, его не трогаем. В общем-то и в первой можно ничего не записывать, ибо там тоже 0. Но это нужно более для наглядности и дальнейшего понимания, что происходит, и возможных изменений фронта. Но нужно также не забывать и о втором канале. Просто единицу заменить на двойку. Теперь в регистре Slave Mode Control Register есть три бита SMS. Здесь три строки, отвечающих за энкодер. Нужно выбрать одну из них. Итак, счет может происходить по переднему фронту на Timer Input Filtered 1, или на втором, или на первом и втором сразу. Но еще нужно не забыть про наличие фильтра. Это очень хорошо, что он есть, ведь дребезг мог бы сделать много неприятностей. Суть такого цифрового фильтра в том, что осуществляется энное количество раз последовательных считываний, и замыкание контактов будет подтверждено в том случае, если все эти считывания имели одинаковый логический уровень. Выбирать промежуток времени, в течение которого будет делаться эта проверка, нужно из тех соображений, чтобы эта продолжительность была больше, чем время дребезга. Но лучше взять запасом, так как со временем контакты изнашиваются, и время дребезга может увеличиваться. В общем-то, можно временно подобрать какое-то небольшое значение. Должно работать все хорошо. Пусть будет количество считываний 8, а частота, с которой они будут делаться, делиться не будет. Есть готовое определение, значит придумывать ничего не нужно. А нужно выставить нулевые первые биты в единицу. Также последнее, что есть в списке, это включение счета в регистре таймер 3 control register 1. И в нем выставляется единица, а число, до которого будет происходить счет, определяется с помощью регистра авторелод регистра. Пусть в данном случае это будет 30, то есть в этот регистр просто загружается число 30. В общем-то, все готово. Остается подключить микроконтроллер к плате с микроконтроллером. А чтобы просматривать значение счетчика в реальном времени, создадим 8-разрядную переменную encoder counter. И в главном цикле пусть этой переменной присваивается постоянное значение из счетчика таймера 3. Timer 3 counter. Загружаем прошивку run debug. Добавляем переменную в окно live expressions. Запускаем работу. И теперь при каждом переходе значение счетчика будет увеличиваться на единицу до 30. Далее происходит переход на 0. И это же значение, собственно, присваивается переменной, которую можно просматривать в режиме реального времени. А теперь все то же самое, только с помощью куба и библиотеки HAL. Новый проект MKF030F4P6. Любое название, финиш. Отладчик sys debug serial wire. Теперь, даже не зная номера таймера, который может работать с датчиком угла поворота, можно просто понажимать на них по очереди. Точно не 17, не 16, не 14. Вроде бы и не первый. Ага, в третьем есть режим combine channels. И как раз здесь encoder mode. В afterload register число, до которого будет вестись счет. Здесь 30. Так же само. И входной цифровой фильтр. Число от 0 до 15. Пусть будет 6. То есть должно произойти 6 подтверждений. Генерирование кода. И перед главным циклом остается запустить таймер 3 в режиме энкодера. Раньше нужно было запускать каналы отдельно. Теперь появилась возможность запустить сразу все каналы. TeamChannelAll. Для проверки создается восьмиразрядная безнаковая переменная encounter. А в главном цикле ей присваивается значение из счетчика таймера 3. И в режиме отладки, добавив переменную в окно Live Expressions, можно наблюдать ее изменения. Все так же отлично работает. А теперь интересно сравнить занимаемую память. При использовании HAL OZU 0.48 кб и 1.91 кб флеш памяти. При выполнении того же самого, но только прямой записью в регистры, использование OZU 0 кб и использование флеш памяти 284 байта. Итак, энкодер успешно подключен аппаратно. И здесь не нужно самостоятельно увеличивать или уменьшать значение счетчика. Это происходит автоматически. А если хочется иметь возникновение прерывания при каждом изменении значения счетчика, можно воспользоваться обнаружителем фронта. Здесь видно, что от блока Input Filture и Edge Detect отходит линия с названием Timer Input Filture Edge Detect. И есть возможность вызвать прерывания. Для этого нужно перейти к регистру, отвечающим за работу таймера в режиме ведомого. Вот блок Trigger Selection. Итак, Trigger Selection. Здесь нужно выбрать Edge Detector, ну то есть обнаружитель фронта. И он работает именно со входом первым, то есть Timer Input 1. И очень важный регистр, связанный с прерываниями Interrupt Enable Register, то есть для включения прерываний от таймера этого. И здесь есть бит Trigger Interrupt Enable. Его обязательно нужно установить в единицу для разрешения прерываний от триггера. Также при работе с прерываниями важнейший регистр это регистр статуса. Суть в том, что при возникновении прерывания в этом регистре выставляется соответствующий прерыванию бит, то есть устанавливается он аппаратно. И таким образом, пока он установлен, прерывания не будут происходить. И в конце, после выполнения необходимого кода, нужно обязательно записать в этот бит 0. Иначе можно просто застрять в этом прерывании. Таким образом, получилось всего лишь несколько строк. Причем последнее из них включает прерывание от таймера 3. Принимает эта функция номер. Соответственно, Team3 Reqn это номер прерывания от таймера 3. А функция Nested Vectorized Interrupt Controller Enable разрешает соответствующее прерывание. Этот регистр относится к микроконтроллерам с ядром Cortex. То есть он непосредственно не описан в листе данных и справочном руководстве. И последнее, что нужно, это непосредственно обработчик прерывания от таймера 3. Его название можно узнать в стартап-файле. Суть в том, что для таймера 3 он один, но прерываний разных от таймера 3 может быть много. Ведь еще есть режимы захвата, сравнения, еще другие триггеры. Для того, чтобы выяснить, какое именно прерывание пришло, проверяется бит в регистре статуса. Далее выполняется необходимый код. Здесь это просто переключение свечения светодиода. То есть при каждом выполнении этого кода, благодаря логической операции, исключающей или, значение бита в регистре Output Data Register будет изменяться на противоположный. И в конце обязательно должен происходить программный сброс бита, чтобы не застрять в этом прерывании. Ну и естественный светодиод, управление которым будет происходить, уже заранее настроен как двухтактный выход. И на нем установлен высокий уровень, так как подключен он катодом к выводу PA4 на вот этой вот плате. Вот и все. Теперь при каждом изменении счетчика, которое происходит при вращении датчика угла поворота, происходит переключение светодиода. При динамической индикации такое прерывание не особо нужно, так как обновлять показания приходится постоянно. Если же это будет статическая индикация, то в общем-то нет смысла постоянно обновлять индикатор. И его обновление может происходить именно только тогда, когда происходит изменение положения датчика. И если используется, например, обычный экранчик на органических светодиодах, такие сейчас стоят от одного доллара, а небольшие, то также можно не постоянно выводить значения из регистра счетчика таймера, а делать это только тогда, когда происходит изменение. Если это какие-то небольшие функции, их можно запихнуть прямо в прерывание, но если большие, то выставлять только флаг в прерывание непосредственно. Для управления недорогими сервомашинками используется ШИМ-сигнал с частотой 50 Гц, в котором ширина импульса изменяется примерно от 1 до 2 миллисекунд. Сейчас этим будет заниматься 14-й таймер, который настроен соответственно. А в прерывании от триггера таймера 3, которое происходит при изменении уровней на контактах энкодера, в регистр захвата сравнения будет присваиваться новое значение, связанное со значением счетчика таймера 3. То есть управление вращением будет происходить с помощью датчика угла поворота. И таким образом изменение ширины импульса, что приводит к вращению сервомашинки, происходит только во время вращения энкодера.